Это вот огурцы у нас растут. Уже скоро огурчики будут. Сегодня у нас 21 июня. Многие огурчики растут. Я уже думаю, что скоро мы будем есть салатики. О, огурчик уже такой как пальчик. Вот еще один. Тоже как пальчик. Круто. Через два дня уже будет огурчик. Салатик. Ждем. Все, что первое начинает подоносить, оно радует. Оно, конечно, невысокое пока такое. Сорт. Как он называется? Лутияр называется. Мне он понравился. Я стараюсь только его и покупать. Лутияр. Пустоцвет надо убрать. Вот. Это самые опыляемые огурцы. Вот. Я, как обычно, удаляю первый, второй. Тут тоже был удален потом по новому. Уже я потом не удаляю. Вот. У нас идет. Это все можно, в принципе, выкинуть. Пустоцвет. Бывает, пустоцветок попадает. Ну, по сути, бывает с одного. Я уже, может, потом покажу. С одного бывает. По несколько их. По пять штук, по четыре, по три. Он может одновременно нести на себе двадцать. Двадцать плодов может одновременно нести уже, когда зрелый. Когда взрослый. Ну, как взрослый. Когда ему будет месяц. Точнее, не месяц. Два месяца. Потому что он начинает подоносить примерно через месяц после посадки. Вот. Вот такие вот у нас дела с огурцом. Ну, я, естественно, пасынку удаляю. Пасынка. Это вот. Вот эта вот штучка. Вот. Это вот есть пасынка. Ее обычно удаляешь. И эту штуку я тоже удаляю. И стараюсь против часовой стрелки закрутить. Ну, в общем, так я и делаю с огурцами. И это работает. Вот. Все. Все реально работает. Никакого тут особого секрета низу. Чем-то специальным я не удобряю почву. Единственное, что навоз сложу на дно. И потом закапываю это землей. Вот и весь секрет выращивания огурцов. И полив через день. Обильный. Обильный полив. Насчет огурцов, конечно, хвастается нечем. Я так называю себя специалистом. Некоторые там какие-то химические добавки добавляют. Делают, чтобы быстрее росли. Вот. Я этого не делаю. Они у меня, естественно, растут. И естественно, ползоносятся. Единственное, что я удаляю пасынку. Вот. Стараюсь, чтобы она не была нарос... Ну, то есть, чтобы... Когда эта пасынка начинает расти, она забирает необходимые петли. Ну, то есть, соки забирает. И, короче, огурцов становится намного меньше. Вот здесь почасовой закручивать начали. Ничего страшного. Главное, что она на веревочке. Ну, веревочка, естественно, она аж до верху. Бывает аж туда, до верху. Еще через эту планку бывает. И опускается еще даже вниз. Вот. Этот средний ряд я еще так вот становлюсь. Так вот выше на эти планки. А средний ряд, чтобы добраться до плодов, надо стул ставить. Вот. Тут высота больше двух метров. Поэтому вот посажено. Насколько тут их посажено? Если по десятке, десяток там. Здесь два десятка, там два десятка. Штук под 70 посажено. 60-70 штук где-то посажено. Такая вот у меня небольшая теплица с огурцами. Я вам скажу, этого достаточно, чтобы кушать салаты. И чтобы потом еще и накатать огурцов на зиму. Такие вот дела. Окна не открывая, только дверь открывая. Сквозняк огурцу не нужен. Это сквозняк нужен помидору. Вот такие дела с огурцами. Тут у нас помидоры. Высокорослые и полудетерминатные. То есть десерминатные и полудетерминатные. Это вот сорта, конечно, карвинус. Что там еще у нас? Сорта, они, конечно, все написаны. Что тут у нас написано? Эгида. Вот это эгида уже, видите, помидорки начали расти. Вот. Помидорки. Тут помидорки. Вот тут, естественно, тоже пасынку. Покажу вам сразу, что такое пасынка. Вот это вот, которое между... В общем, вот эта вот пасынка называется. Ее надо удалять. Я еще плюс к тому обстригаю всю листву. Вот. Которая без плодов. Просто тупо удаляю. Ну, и вот тут тоже пасынка. Она видна вот. Пасынку надо обязательно удалять. Она забирает все соки. Она легко удаляется, когда молодая. Раз так, руками ее тик. И выкинул. Вот тут она вот маленькая, эта пасынка. Вот так вот тоже работаем с помидорами. Я уже разобрался с помидорами. Что есть, что у него. Ну, так, поверху разобрался. Потому что я, по сути, ничем какими-то химическими добавками не кормлю. То есть даже макроэлементы никакие не даю. Навоз. Навоз. Вот это ее основное питание. Что в земле есть. И плюс вода. И отобрывая листву. Вот и все мои процедуры. Так, что тут у нас за сорт? А тут у нас флорида. Принцип почти один и тот же. Единственное, что есть у нас помидоры, где не допускаю, чтобы было два ствола. Чтобы только один был ствол. Это Мишуа. Кстати, в прошлом году я говорил, что он не очень хороший. Сорт, на самом деле, мне понравился потом. Шкурка очень тонкая. Очень вкусный помидор. Сладкий. Поэтому в этом году он у меня тоже есть. Немного там, четыре саженца всего лишь посажен. Но есть. Такие вот дела. Тоже, как мы видим, помидорки. Помидорки все светут в это время. Поэтому ждем, когда эти плоды начнут расти. И потом мы будем опять довольны плодами. Я вам скажу, труда надо знать, что делать в помидорах. Не просто их растить, а знать, что делать для того, чтобы они были. Такие вот дела.